А-а-а, моя голова! А так, я может никогда и не был человеком, но мне тут точно кое-что непонятно. Мы же только проснулись, а тут эта боль. Обратимся-ка мы к примитивным земным технологиям. Алиса, что делать, когда болит голова? Нашла в интернете. Для снятия боли можно принять анальгетик, перекусить, прилечь поспать на полчаса, проветрить помещение. Похоже, надо все-таки к врачу. Здравствуйте, проходите. Садитесь, пожалуйста. Так, это мы будем смотреть потом. Так что вас беспокоит? Расскажите, пожалуйста. Болит половина головы, тошнота, рвота, светочувствительность, очень сильная боль. Вот все, что сейчас было перечислено пациенткой, является классическими признаками классической мигрени. А мигрень – это самая частая причина головных болей. К сожалению, многие пациенты, да что грех отойти, врачи тоже, считают и убеждены, что голова может болеть, и, собственно, и болит из-за того, что происходит ущемление сосудов, нервов, шейного остеохондроза, дисциркультурной энцефалопатии, черепно-мозговой травмы и прочее, прочее, прочее. Да, я чуть не забыл. И повышенного внутричерепного давления. А на самом деле, чаще всего, голова болит от мигрени. Скажите, пожалуйста, а когда начался приступ головной боли? Вчера вечером. Постарайтесь вспомнить, а что вы делали, что вы ели, что могло спровоцировать вашу головную боль? Вечером чуть-чуть выпила кофе. Так. С кусочком шоколада, чтобы немного поработать. Угу. Так. К сожалению, очень часто пациенты несколько искажают действительность, и при разговоре с ними мне приходится задавать самые разные наводящие вопросы, чтобы выяснить, что же происходило на самом деле, что могло спровоцировать в данном случае эту самую головную боль. Скажите, пожалуйста, давайте все-таки уточним. А как часто вы немножко пьете кофе, и как часто вам приходится, как вы сказали, немножко больше работать, чем нужно? Ну, иногда. Иногда. Никогда не понимал пристрастия землян к разным жидкостям, особенно к этой черной и горькой субстанции. Прежде чем назначить лечение у пациентов с приступами мигрени, мы обязаны выяснить, какие факторы провоцируют развитие приступа, то есть разобраться с так называемыми триггерами мигрени. К ним относят стрессы, нарушение режима сна и бодрствования. Ну, проще говоря, когда человек не досыпает, ложится поздно, встает рано, или смещает режим сна, засыпая поздно, встает ближе к обеду. Другой вариант. Он нарушает режим питания. Ну, пропускает, например, обед или не завтракает. Еще очень важно выяснить, а что предпочитает есть этот человек. Потому что триггером мигрени являются и шоколад, и твердые сыры, и шпинат. Ну, хорошо, человек не так часто ест шпинат. Но алкоголь, красное вино вызывает классический приступ мигрени. И те, кто испытывает мигрень довольно часто, давно уже отказались от употребления многих алкогольных напитков. Но надо четко понимать, что мы все индивидуальны. И у каждого из нас есть индивидуальные предпочтения, и также есть индивидуальные триггеры. Те самые триггеры, которые запускают приступ мигрени. И кто-то совершенно спокойно может поедать хоть тоннами этот самый шпинат. А для кого-то мигрень будет страшна после выполненных физических упражнений в фитнес-зале. То есть физическая нагрузка тоже может являться триггером мигрени. А чем вы пробовали унять свою головную боль? То есть какие препараты вы принимаете? Я принимала обычные обезболивающие. Так. Давайте уточним, это очень важно. Как часто вы пьете обезболивающие средства? Да постоянно, когда болит голова. То есть это каждый день может быть, что вы принимаете лекарства? Да. Очень важно уточнить, сколько, в каком объеме, как часто вы принимаете обезболивающие средства. Вот я не случайно взял листочек бумаги и ручку для того, чтобы записать, как часто, как много пьет человек с мигренью обезболивающие препараты. Почему? Помните, очень велика опасность развития так называемой абузусной головной боли. Если вы принимаете много обезболивающих без контроля со стороны врача, то возникает ситуация. Вы пьете лекарства, пьете обезболивающие, они вам так не помогают, как прежде, как помогали, скажем, пару лет тому назад. А отказаться от них вы уже не в состоянии. Это та самая лекарственно-индуцированная головная боль. Врачам с ней справляться очень непросто. Помните об этом и контролируйте количество обезболивающих препаратов, которые вы пьете. Итак, мы выяснили, что вы пьете довольно много обезболивающих средств. В чем опасность? Дело в том, что когда вы злоупотребляете, а это именно так, вы злоупотребляете обезболивающими средствами, возникает зависимость. Это, конечно, не наркотическая зависимость. Но посмотрите, пару лет назад одна таблетка вам помогала хорошо и снимала головную боль. Сейчас этого не происходит. Вы все время наращиваете дозировку. Но вся штука в том, что чем больше доза, тем меньше эффект, чем помочь вам, человеку, страдающему от мигрени. Мы сначала должны разобраться с провокаторами вашей мигрени, тем самыми триггерами. После того, как мы выяснили, что же запускает мигрень, мы можем вам предложить несколько вариантов. Первый, самый простой, если вы только-только начали испытывать мигрень, это простые обезболивающие средства, которых полно в аптеке, и вы их можете купить без рецепта. Второй вариант – это использование так называемых нестероидных противовоспалительных средств. Есть препараты из этой группы, которые реально помогают во время приступа мигрени. Ну и, наконец, триптаны. Вот это класс препаратов, который был специально придуман для того, чтобы купировать приступ мигрени. Только очень важно принимать вовремя триптаны. И здесь вам надо посоветоваться с вашим лечащим врачом, когда, в какой момент развития приступа вам стоит использовать этот препарат. И, опять-таки, не злоупотребляйте триптанами, потому что это верный путь к развитию той самой лекарственной зависимости, лекарственно-эдуцирной головной боли. Мигрень стала хронической, то есть вас она беспокоит несколько лет. Что делать в этой ситуации? И здесь есть тоже несколько путей. Первый, ну, на мой взгляд, один из самых современных – это использование моноклональных антител. Вот совсем недавно в России появились препараты, которые позволяют, я это подчеркну, на патогенетическом уровне убирать вот эту проблему, проблему мигрени. Что такое патогенетический уровень? То есть мы не работаем, образно говоря, с феноменом «снять боль и все». Мы работаем с причинами, с вот этими механизмами развития мигренозного приступа. И в этом нам помогают моноклональные антитела. Посоветоваться, какой из них выбрать, какой препарат выбрать, вы можете с вашим лечащим врачом. Почему с лечащим врачом? Дело в том, что это уже рецептурные препараты. И я, кстати, не могу называть в эфире торговые их наименования. Есть немедикаментозные средства борьбы с вашей мигренью. Это ботулинотерапия, но я это называю блокадой терновый венец. Это современная, хорошо работающая методика. Есть еще один вариант. Это использование нейростимуляционных методик. Это комплекс цифлик, который помогает ряду наших пациентов. Скажите, пожалуйста, а как вы лечились еще, кроме вот таблеток? Использовали ли какие-то другие методы лечения? Вообще земля не получает удовольствия от странных, очень странных вещей. Я вижу, вы еще и обследований провели довольно много. Ничего не нашли? Это понятно. Мигрень – диагноз клинический. Об этом вам скажет любой врач. Что это значит? Огромное количество обследований – МРТ, РКТ, УЗИ и всевозможных сосудов – не имеет никакого смысла, когда мы говорим о мигрене. Потому что в этом случае нет ни ущемления сосудов, нет ни остеохондроза, нет ничего, чтобы объяснило эту самую сильную головную боль мигренозного типа. Они все бесполезны. Вы потратите колоссальное количество времени, денег для того, чтобы удостовериться, возможно, в неких изменениях в шейном отделе позвоночника. Или у вас вдруг находят некие, повторюсь, некие изменения в сосудах, которые не имеют никакого клинического значения. Но именно этим вы и ваш доктор может начать объяснять вашу мигрень. А что после этого? После этого вам назначается большое количество уже не анализов капельниц, сосудистых препаратов, ноотропов и прочих, которые совершенно бесполезны при мигрене. Итог. Вы потратили деньги и время на бесполезные методы лечения. У вас классическая мигрень. Чем вам помочь? Ну, первое. Давайте не будем злоупределять обезболивающими средствами. Ну, как вы поняли, что в вашем случае это совершенно не тот путь. Это бесполезно. Есть трептаны, которые вам могут помочь. Они действительно были разработаны для того, чтобы одну табличку выпил, и боли нет. Можно использовать нестероидные противовоспалительные средства. Я сейчас обсуждаю сначала группу лекарственных средств, которые помогают именно во время приступа мигрени. Нет, к сожалению, в мире и никто не придумал средства, которые бы навсегда избавили человека от мигрени. Кстати, у меня тоже периодически возникают мигренозные приступы. Но наша задача, и здесь надо очень четко понимать, чтобы между вашими приступами было как можно больше времени. И интенсивность головной боли во время приступа была бы не такой сильной. Вот, скажем, у меня голова начинает болеть, то есть мигрень возникает раз в полгода. Я четко понимаю, почему это происходит. Нет, что-то я там нашалил, образно говоря. Я там не пообедал, не доспал, был стресс какой-то, была ситуация с переутомлением. И я четко понимаю, что моя мигрень – это расплата. Собственно, в вашем случае то же самое. Но вы испытываете мигрень уже несколько лет. И здесь необходимо профилактическое лечение мигрени. И опять-таки, речь не о капельницах, не о сосудистых препаратах. И тут тоже есть несколько путей. Есть так называемые таблетированные варианты, когда мы используем антиконвульсанты или бета-блокаторы. И вы будете их принимать в течение довольно долгого времени. Долго – это несколько месяцев. Вы молоды. И я думаю, что вам может не подойти вариант с антиконвульсантами, потому что они все-таки имеют побочные эффекты и дают сонливость. Вы человек активный, работающий. Вам, возможно, это будет неприятно. Хотя, если принимать их долго, то мы можем достичь того самого эффекта, что приступов станет меньше. Но проблема в том, что их надо принимать действительно месяцами. Я знаю ситуацию, когда человек бросает принимать эти лекарства, хотя ему они помогают. Но и в вашем случае я все-таки бы порекомендовал использовать моноколональные антитела. Они работают эффективно и безопасно. Давайте попробуем. Давайте. О, господи, опять к врачу. Хе-хе-хе-хе-хе. Продолжение следует. Продолжение следует...